Мы обязаны каждый день здесь вспоминать про Крым. Мы обязаны этим перед теми людьми, которые остались в Крыму. Мы обязаны перед своим народом. Мы обязаны этим перед своими детьми. Поэтому сегодняшнее мероприятие достаточно важно. Оно говорит другим языком. В Совете Европы есть рабочие языки, их много. Вы часто замечали, что люди в зале выступают. Кто на английском, кто на французском, кто на немецком. На разных языках говорят. А здесь говорят одним языком. Говорят языком души. Вчера произошел день Крыма в Паре. Это важно для европейских парламентарев. На себе увидеть и чувствовать культуру Крыма, которую сегодня Путин хочет уничтожить. Продолживая традиции Сталина и Радянской империи, для них самостоятельный гордый народ, который имеет свои традиции, свою историю и желание этой исторической традиции продолжить дальше поруч с братными народами, на базе единого украинского государства. Для Путина это как занос в одном месте. И поэтому очень важно, чтобы европейцы видели наочно, насколько глубокую, полноценную, насколько развиненную есть падение крымских татар и то, насколько крымские татары и украинская государство вместе с этим общим будущее. В Совете Европы давно не было такого сердечного вечера, связанного с народом, у которого такая древняя европейская культура. Всем было ясно, что крымские татары расплачиваются за то, что они являются абсолютно непоколебимыми, морально непоколебимыми. Продолжение следует...